Володин анонсировал проведение совместной с Турцией, Китаем, Ираном и Пакистаном конференции по противодействию терроризму в первой половине 2023 года. Что мы будем слушать этого Володина? Кто он такой? Кто такой Володин? Вообще вот страна извращенных понятий. Опять-таки, смотри, Россия, как они нападают на ЛГБТ, как они гей-ропа кричат, воюют с ЛГБТ. При этом половина, наверное, руководителей России принадлежат к ЛГБТ. Тот же Володин. Очень хотелось бы сказать, что он гей, но он не гей, он чистый. Это не гей. Геи это прекрасные культурные люди, это не гей. Это, смотри, какое у них искореженное все. То есть, они, будучи геями, борются против ЛГБТ. Ты понимаешь, что у них в мозгах? Никита Сергеевич Михалков, ни для кого же не секрет, что он гей. Но тоже в первых рядах борцов с ЛГБТ. Я помню, что ты первым ему публично в интервью задавал вопрос. Я его спросил. Я его спросил, да. Я его об этом спросил. У него было выражение лица, конечно. Да, но чего не спросить. Это же нормальный вопрос. Мы с тобой говорили о вооружении. Я, кстати, к геям отношусь с большим уважением. Потому что они очень творческие, талантливые люди в массе своей. И ты знаешь, какие у нас прекрасные друзья были геи. Да, к сожалению, кто-то умер уже. Ну просто нельзя быть такими подонками неискренними. Ты сам гей, и ты борешься против ЛГБТ. Ну какими надо быть негодяями? Перевертыши. По поводу вооружения. Вот в Нью-Йорк Таймс вышла статья, где они проанализировали и пришли к выводу, что Россия бьет ракетами Х-55, которые Украина передала Кремлю в 90-х. По Будапештскому меморандуму, внимание. Да, я читал об этом. Это, конечно, вполне возможно. Но я тебе скажу больше. Ты видишь Нептуны наши? Там одну детальку в Нептунах кто-то подкрутил во всех. Испортил, вывел в строй. Это опять-таки к разговору о российской агентуре, которая у нас засела на всех уровнях. Которой много по-прежнему. И, говоря о вооружении, не только по Будапештскому меморандуму передали часть оружия. Там передавали в рамках закона, в рамках меморандума. А сколько специально, чтобы ослабить страну, вывезли, продали, уничтожили, взорвали склады. И, ну что ты, если два последних министра при Януковиче обороны были, два министра обороны при Януковиче были гражданами России, Соломатины и Лебеди. О чем вообще говорить? Тут уже не просто агенты какие-то. СБУ тоже, ты вспомни, руководили кто-то. Да, Якименко, да, тоже гражданин России. Так это граждане России. А сколько было председателей СБУ агентов России непосредственных? Я-то это знаю, и ты это хорошо знаешь. Но там проще перечислить тех, кто не был агентом СБУ, ФСБ, чем тех, кто был. Я повторю, чтобы люди понимали, на посту председателя службы безопасности Украины за все годы независимости украинской проще перечислить тех, кто не был агентами ФСБ, чем тех, кто был агентами ФСБ. Ну так, а что мы хотим? Это то, что сейчас Украина 9 месяцев героически сражается, это чудо. Это чудо. Да, чудо, героизм, мужество и самопожертвование. И Запад. И Запад. И армией, и народом. И Запад. И помощь Запада. Еще одну статью я процитирую. Вашингтон пост написал. Пугают ядерной войной. Пишут, что если Украина пойдет возвращать Крым, то Путин может таки применить ядерное оружие. Украина пойдет возвращать Крым, и Украина возвратит Крым, и Путин не применит ядерное оружие. Я так думаю. Причем мы видим, мы понимаем, что сейчас происходит в Запорожской области. Украина очень активна в Запорожской области. Бахмут – это башные бои идут. Сорубка в Бахмуте. Да, в Бегу Херсонского области несколько десятков русских солдат. Мы это тоже понимаем. Но сегодня все в нем. Я уверен, что Валерий Залужный приготовил целый ряд сюрпризов. И я думаю, что, ну, конечно, для нас крайне важно обладеть Мелитополем. Это стратегически самый важный на сегодня город. Но вот Форбс написал, что следующее наступление будет у нас на Мелитополь с выходом к Крымскому перешейку. Да, 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 да. Нужна погода соответствующая, чтобы не было распутинцы, чтобы мерзлая земля была хорошо промерзла, чтобы гусеничные могли, техника на гусеницах могла проходить. Когда-то висели лозунги такие, знаешь, в Советском Союзе «Коммунизм неизбежен». А где-то в Средней Азии написали «Коммунизм не избежать». Перепутали чуть-чуть слова. «Коммунизм не избежать». Так вот, наступление на Крым не избежать. Возвращение Крыма не избежать. Это коммунизма можно было избежать, а здесь всё неизбежно. А многие говорят, что ещё раньше мы вернём Крым, чем даже Донбасс. Похоже на то. Я вспомнил ещё один лозунг, который висел везде в Советском Союзе. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Это ты сейчас в контексте мавзолеев? Тупость. Нет, это в контексте того, что в Средней Азии, в какой-то из республик советских, он звучал так. Ленин-мышь, Ленин-кыш, Ленин-мыш, Ленин-тактамыш. Поэтому Ленин-мыш, причём не летучая. Цена на российскую нефть сейчас составила около 50 долларов за баррель. То есть, с начала большой войны она упала в два раза. И за 11 месяцев текущего года добыча газа в России упала на 12%. То есть, всё-таки, количество денег, которые Путин пускает на войну, у него сокращается. Сокращается, но у него ещё денег много. Не будем питать иллюзии. У него много денег, у него ещё много оружия, у него много живой силы, у него ещё много всего. Но великий президент Соединённых Штатов Рейган довёл цены на нефть в Советском Союзе до 7 или 9 долларов за баррель. Я бы очень хотел, чтобы президент Байден сделал бы то же самое с Россией. Потому что распад Советского Союза был предопределён ценами на нефть. Потому что, как только упали цены на нефть, Советский Союз перестал почти на равных соревноваться в вооружениях с Соединёнными Штатами. Всё. Жопа оказалась голой и понадобились газеты. МВД Литвы лишило гражданства Адолфаса Каминскаса, мужа предполагаемой матери двух внебрачных детей Шойгу. Красиво звучит. Муж предполагаемой матери двух внебрачных детей Шойгу. Ты знаешь, я не люблю лезть в личные дела даже врагов. Я лично не люблю говорить. Но вывод у меня один. Найдут всех, отследят всех и мужей, матерей, и бывших жен, мужей, матерей, и нынешних мужей, бывших жен, мужей, матерей. До десятого колена найдут всех и все получат по заслугам. Ленин кыш-мышь, Ленин тыр-тамышь. Это правда. Ха-ха-ха. Я тоже слышал этот прикол. Да, это правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова